Продолжение следует... 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 Сверхозный контракт, сами все секреты, плохо работают, если к вам пришел консультирован. Это правда. Мне не удалось сложить ни одной концессии, были такие предложения по уличному случаю. Именно потому, что в концессию сложнее заходить, есть необходимость оконять собственность объекта. Мачты, охраны собственность, это земельное участие, такая скорость история. Поэтому в концессии по уличному случаю не складываются, но и энергосердия будут финансировать без баланса самового исполнителя. То есть, по-моему, у нас контракт, и на все эти деньги не получаются. Здесь две причины. Первое. Сталкиваемся с тем, что нет оплаты. Это сейчас связано. Например, какие нюансы выясняются по ходу. То, что расчет на путем установления стоимость многосердия, выяснили, что тратил муниципальный предприятие около 80 миллионов рублей на служебную электроэнергию, а пришел участник, заменил светоточки и тратил 90 миллионов рублей. Спрашивается, почему? Они же экономики, экономичники и так далее. Оказывается, начинаем разворачивать историю, выясняется, что господоприятие светошек был не целый день, ну, в принципе, не всю ночь, а только часть этого времени, да? А часть этого составляет, соответственно, действие, что происходит в отношении женщины. Дальше, условно говоря, есть вопросы, связанные с самимуществом, используя его. Ну, например, те же мачты, которые могут быть использованы для, допустим, там, линии электрокаритажа, для рекламы, желтого окна и так далее. Хотел использовать, заложил себе контракт, чтобы закончить, они получили, потому что не оформлен в собственность, опять же, не облицать, и облицать, и облицать, и облицать. И это, опять же, не облицать, и облицать, и облицать, и облицать. Смотри, я могу себе позволить как бюджет, но не буду этого делать, потому что и по этой статье у меня этих денег нет. У меня есть другие деньги на другие цели и так далее, и они как бы все полностью расписаны. И здесь бы нам необходим некий механизм возможности финансирования производителя. Я получаю от него контракт с гарантированным на пять лет оборудованием освещения. Иначе я, как правило, беру в контракте и на гарантии мне любой производитель дает. Больше кто-то не должен заходить, а у меня на пять лет дается. То есть мне это очень выгодно. Я еще раз говорю, я не затрачиваю. Но если я буду приходить к вам, у вас будет некая как бы отдельная структура, Сбербанка, призываю к вам, с производителем готовить свои основные средства или что-то, но... Мне интересно, я обещаю потом, мы до сих пор думали и направление изменения самого закона в 21-м году, и предложение мы направляем в комментариях, но пока нет, считается, что принятие всегда хорошо работать. Хотя мы видим, что мы до этого накопить не можем, очень небольшие объемы, действительно, необходимого освещения по квадрату с Сбербанком. Но идея интересная, с производителями, правда. Бывает ли это? Еще можно вопрос? Давайте тогда двинемся, собственно говоря, по тому, что непосредственно старался и сделал Сбербанк. Ну, в первую очередь, я говорил, что мы формировали и сталкивались от того, какое и почему-то нужно регионам. Здесь, в нашем понимании, есть очень важные несколько аспектов, которые мы сразу постарались учесть в тех задачах, которые поставили перед собой. Прежде всего, это соответствие потребностям. У каждого служба включен, наверное, разделять ответственность муниципалитету, субъектов за создание тех или иных объектов и инфраструктуры, которые могут быть приемном и считать. Нужно понимать, что кто за что отвечает. Поэтому мы разрабатывали продукты и наши решения таким образом, чтобы они работали на муниципалитетах. Если это зона ответственности муниципалитетов, или на муниципалитетах, если это, соответственно, зона ответственности муниципалитетов. Вторая часть – это сумма сделки. Правильно, что нужно было для затречен. За миллион рублей ввозиться никто не хочет. Дискратно, до того, как в Германию пришел на выдержку с коробками, тогда же оттуда получал так. Творили так, примерно так. Проект, который готов был реализовывать, было 10 миллиардов рублей. Вот такой муниципалитет, там, требует 10 миллиардов рублей. Сенсива, там, 2-3-4 в стране, это не так же время, он пошел до 10 миллиардов рублей. В остальных случаях в средней части сделки, где спали, наверное, нам надо до 500 миллиардов. Вообще, вот, если это теплее, я вижу, что это где-то 200-210 миллиардов рублей, на то средний муниципалитет, допустим, или там, ну, чуть больше, может быть, скажем. Второй субъект, да, обычно, 3-3 миллиарда. Есть, там, двор, больница, областная больница, что-то еще, до 3-3 миллиарда. Поэтому для нас было важно не ставить от этих нижних планов. Любой проект может быть продемонстрированы у нас крайне сделаны по любому. Это, город веришься, валяется полностью, объем, объем в инвест-программу 16 миллиардов рублей. И это сделано, которое мы сделали, нам любимых, и это будет на покорной форуме. Инвестор, это ключевая проблема для большинства регионов. Отсутствие инвесторов. Здесь два аспекта. Прежде всего, во-первых, просто нет желающих, что будут делать. Коллеги говорили уже 2 года, там не школу построить, там застройщик. Город умирает, а не одного застройщика, но строительства нет. Тут не хочет, он застроит объекты, не социальные конструкции, а коммерческие объекты. Вторая часть этой проблемы – это некомпетентные инвестности. Они не знают, как работать с концессией, что такое концессия, что она предполагает. Здесь нужно его воспитывать и, собственно говоря, научить. Четвертая часть – методическая поддержка. Она, опять же, в двух вещах. Прежде всего, просто непонимание того, как работает РЧП, это надо научить. А второе – это для ускорения процесса реализации РЧП. Это очень важно, чтобы вы могли иметь какой-то банк данных, банк решений. У меня, например, в МАУ, когда школу сделали инвестор, инвестор предписывал, что вы хотите рассказывать, как вы найдете подать частную профессиональную инициативу. То есть, ты ему формировал пакет и письмо, значит, обращение. И вот он написал письмо обращения, он пошел, дал мне сказку ЧПИ. Он в 5 минут звонил с сотрудникой администрации и пошел этого ответить. И, конечно, он пришел ему письмо ответом, потому что это просто ускорял процедуру, решение, которое можно реализовать. Так вот эту задачу мы для себя очень четко скромулировали и сказали, что мы вложим в это средство для того, чтобы подготовить такие продукты, такие проекты. Что из себя представляет проявовка? Это набор, прежде всего, шаблона, документов, которые можно использовать для реализации проекта. В первую очередь, это сами регулированные проекты. Нас очень часто говорят, что ваше консервное соглашение очень толсто, это зависит страниц. Там консервное соглашение, если честно, там минимум, мы дальше туда приложили. Проекты «Доброе время», чтобы вам было удобнее и восторжнее. Мы можем и многое делать, потому что мы не используем. Проекты различных консервных актов, которые нужно принять и принимать, в зависимости от вашей социальной ситуации. Там вложены, например, формы актов, подписание документов о сдаче объекта, выполнение работы и так далее. Вы можете им пользоваться, можете не пользоваться, выкинуть из этого документа и вывести какие-то свои нормы и правила. Но, тем не менее, чтобы было легче понять, как работать с этой историей, мы ввели такие основные условия консервного соглашения. Идея заключается в том, что если ваше консервное соглашение заключено в освоении какой-то формы, то это не значит, что мы ее не профинансируем. Важно, чтобы оно соответствовало определенным правилам и определенным требованиям. Таким образом, вы можете просто сравнить свое государственное соглашение с этими основными условиями. Единственное, соответственно, банк примет этот финансовый. Это некие такие дайд-лайсы, которые вам помогают просто в первых проектах. Финансовая модель. В пакете есть шаблон финансового модели, вы можете его использовать. А, вот, ну, не переживай. Я вот за коллекцию переживаю. Может, они ничего не узнают, но ничего не так. Ну, не звонили. И шаблон финансового модели – это важная часть, которая позволяет вам, ну, как бы, с одной стороны, соответственно, требованиям банка, потому что банк получил высокие требования к этой модели. И создать тех, кто конструкляет, которые у вас сложные строят. Тем не менее, нас по-прежнему обвиняют, потому что все модели сложные, и мы сейчас пошли по пути создания этих шаблонов исходных данных. То есть, мы управляем не саму финансовую модель, а просто их сервистик. То есть, как нам нужно, у нас не цифровки, а удача. Подключаясь к финансовому модели, производится расчет, что это более удобный клиент, по крайней мере, и, по-моему, показал, что это более удобный для банки, чтобы участвовать. Дальше – это святые документы. Как я говорил, это различные банки данных, просто собираемые по мере того, к конкретному проекту. Это те самые – письма, поддержки, обращения к коллегам, между собой переписки различные награды, и, так же, все, что у нас называется, мы складываем этот банк данных, и доставляем, собственно, для пользования своим сотрудникам, и, если есть возможность, и для этого, и, собственно, бюрократного приема. И, конечно же, основные условия проекта – это анонсирование. Как я говорил, внутренний документ, он предназначен непосредственно для наших сотрудников, для того, чтобы они могли использовать при формировании уже кредитного договора и подняли. Но это два для нас документа. Как я говорил, у нас в бюрократии не меньше, одновременно даже больше, чем в ваших администрациях. И нам было очень важно, чтобы мы все вопросы принятия решения о финансировании концессии спустили на уровень территориального банка. Чтобы, как минимум, на уровень территориального банка, чтобы решения принялись не в Москве, и в Москве мы можем выделить за каждую концессию на 200 миллионов рублей, а чтобы эти решения принимались непосредственно на территории муниципального обладания, с участием того банка, который был на вашей территории. Это всегда понятно. Когда вы знаете конкретного человека, с которым вы будете общаться по поводу финансирования. Вот мы и выпустили такие основные условия, которые позволяют коллегам, в целом реализовывать проекты непосредственно на территории, принимать решения непосредственно на территории. Такие коробки мы сегодняшний день сделали. Первая коробка у нас появилась в семнадцатом году. Это были системы теплоосновления. И первый проект, который мы сделали, это был как раз в Красноборск Тульской области. 15 тысяч населения. Конституционное соглашение на систему теплоосновления и районного Красноборья. Общий чек проекта — 400. 240 миллионов рублей. Кредит — 175. Это был первый проект. Мы над ним мучились, если честно, почти год. Вы можете сказать коллегам, кто это был? Кто это был, этот въезд, который пришел и сказал, я хочу ее добавить в ДПП? Честно говоря, эта компания, я до этого момента о нем еще не знал. Я не слышал. Она там сделала несколько объектов на предварах аренды. Для нее важно, чтобы новые территории получить, потому что это давало невозможно сократить сдержку. А кто был первым? В инспоритет прибыла компания или компания прибыла? Нет, они были первые, а не в социальной компании. Компания была первая. Она пришла к нам, и отец назвал несколько компаний, а вот именно с этой, несколько были первыми. Мы не хотели сделать коробку. Мы понимаем, что разработать ее, сидя в кабинете, нельзя. Надо выбрать проект, который мы сможем, где мы сможем укатать. Было и несколько таких проектов. Тот, который сложился и стал первым. Да, не помню с тобой. А так мы вместе. И в этом отношении вам проще. Вам и другую сторону. Он может во всей стране отделиться, кто будет вообще-то пенсионер, сколько будет денег, как мы живем, и как мы живем. А я правильно понимаю, что это все? Ну, во всяком случае, в каждом городе есть отделение Сбербанка. Потому что они могут прийти в любое отделение Сбербанка и вообще общаться. Нет, не в любое отделение Сбербанка, а столько мы еще и не успествовали не брать. В любом отделении. В любом отделении Сбербанка вам подскажут, с кем вы можете сообщаться. Я думаю, в конце мероприятий представят наши коллеги, для того, чтобы был ли отлично обращаться. Сейчас у нас импетенции есть как минимум на территории для тех реального банка, вы думаете, что здесь в Казани точно есть. Но мы видим сегодня, что там, где уже есть опыт реализации хотя бы одного проекта, и ГОС активно включается. То есть, в основном, учитывая, у нас есть какого-то, где-то, 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 где-то. Практика здесь следующая, что вот подумали сейчас. Первые сделки, я сказал, для того, что мы реализовывали, наверное, там, года полтора. Ну, год точно следили, для того, чтобы пересложить. Но вторая сделка в Кубе, мы о ней договорились меньше, чем за месяц, по всем условиям, с субъектом, администрацией и инвестором. Часть продукционную инициативу разыграли в течение менее чем 90 дней. И в феврале, значит, в декабре, объект уже был создан. По факту мы сложились там, можно считать, за восемь месяцев, чуть-чуть. Девять месяцев сложили проект от момента инициации до момента создания. Поэтому здесь очень важно, что повторное применение короб, что, наверное, на этом наиболее важное, как и составляющая часть. Разобравшись один раз, мы можем применять повторное. Вот сегодня у нас здесь тепло, дорог в воде утверждения. В конце прошлого года мы сделали это тепло. Образовая это учреждение, уже полным ходом работают. Объекты посещения греотерии. Не так много таких объектов. Первую сделку не сейчас. Мы наносим на комитет. Заключенные конституционные соглашения есть, но для нас сделка это финансирована. И сегодня у нас в комитет выходит как раз в дороге региональное значение. Здесь мы, прежде всего, ориентируемся на платные переезды. Этих задач много у региона. Мы видим потребность. У нас будут теоретические проекты, что 7 сантиметров. 4 из Московской области. Там теоретическая программа. Но здесь еще и другие регионы. Это решение требуется. Это те коробки, которые, наверное, на сегодняшний момент уже, считается, подготовили. И сказать, что будут появляться новые, я пока не готов. Я бы хотел, чтобы эти коробки откатались, чтобы мы учли все нюансы и все задачи, которые могут существовать. В том смысле, и новые коробки, если они будут появляться, зависит от того первого. Например, спор. У меня очень часто спрашивают, почему вы не делаете коробку по спорту. Я говорю, потому что вы можете использовать, во-первых, по образованию дошкольников, а вскоре ничего не будет. Может быть, сколько-то механизмов должно быть заложено. Ну и с точки зрения проекта. По поводу меня статистика. По факту, за прошлый год мы сделали почти 30 проектов. В этом году за первый протал в юноу, здесь где лучше попробуем выйти. Но, наконец, в втором протал, я надеюсь, что цель для целого, то есть еще два священника сделаны. По крайней мере, это то, что уже запланировано. По крайней мере, для меня сделано там, где вышли на комитет, где расстраивали в ДЛСК. То есть, сделка МИЧП, это же отличный концепт. А здесь отличная форма типовщика. Ну, наверное, интересно, а мы про школы вам рассказывать будем. Уже смитательно. Ну, когда будем сейчас открывать? Что важно, с точки зрения условий, финансировали, потому что мы хотели сложить коробку. Для чего вообще все это делается? Для того, чтобы была возможность предоставить деньги и средства не на баланс предприятия, которые инвестируются, а непосредственно на проекты. То есть, сложить проект и финансирование. Поэтому у нас есть определенные требования для такого рода проекта. И с одной стороны. А с другой стороны, у нас есть непосредственно условия заранности номеров. В частности, мы предпочитаем, что проекты реакции на основе создания специальной проектной компании. То есть, один проект – одна компания. Это разумно, потому что, когда у вас все складывается, все денежные продукты, которые есть на одном проекте, будет непрозрачным, невидимым, и это удобно для банки, для частных стран и публичных. Вторая часть, мы требуем, чтобы участие проекта вкладывал свои деньги, частично, по-моему, вкладывал свои деньги в реализацию проекта. Здесь, как правило, мы с публичной стороны на одной странице. с одной ложкой. Потому что, только вложили собственные средства, и он будет заинтересован в том, чтобы донести проект в консервы. Мы не только его начать субботи, мы будем с проектом в маршруте, мы будем с проектом из проекта, а быть заинтересованным в последующей реализации проекта. Это важно. Срок не финансировать. Ну, сегодня нормативно для нас определенных концессий мы можем финансировать на срок до 13 лет. Это долгосрочное финансирование до долгих годин. На практике я вижу, что есть отдельные случаи больше сроков до 20 лет. На практике я вижу, что срок финансирования обычно очень сильно привязаны опять же к периоду окупаемости или амортизации того оборота, который создается. Скажем, в цепле это 7-8, потом до 10 лет. и так далее, там, 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 12 лет. Обеспечение проекта. Наши коробки сделаны таким образом, что обеспечение было минимумом. Ему относятся только неимущественное обеспечение, то есть, залог развития акций самого профессионера специальной проектной компании, залог контррева по всем, субординация собственного финансирования проекта.